Служить тебе славно, усердно и очень исправно, В год за три щелка тебе полгу, Ей же мне давай вареную полгу. Полба! Самая древняя каша на земле. И все-таки они выровняли счет. Три-три. Она соленая, ребят, соленая. Как вам понравилась эта каша? Вы знаете, она, по-моему, немножко недоваренная И чуть-чуть пересоленная. Очень вкусная. Мне понравилось. Да, теперь мы, к тому же, уже почти все сыты, Так что мы будем играть с новыми силами. Посмотрим, как пойдет игра дальше. Внимание, счет три-три. Теледрители против шестерки Андрея Каморина. Седьмой раунд. Следующий приз два сборника научной фантастики Номер 24 и номер 25 издательства «Знания». Семья Чиквардзе. Город Ясовик. Уважаемый музей, объясните, пожалуйста, как правильно писать «Домбра» или «Домра». Минута на обсуждение. Домбра — это казацкий народный инструмент. Нет, «Домбра» — это, по-моему, украинский. Нет, «Домбра» — это, по-моему, как раз украинский. От «Домбра» — это русский народный инструмент. От «Домбра» — русский. Это далечие самые. Комарухи, секрет ее удается. А «Домбра»? Потом они сделают лайки. Прямят, «б» — русский? Нет, наоборот. Это чисто «Домбра», без «Б». Это русский инструмент. А «домбра» что такое? По-моему, «Домбра» это называется. Да, «Домбра». Казахский и всё равно. Это неважно. И так, как правильно написать дом-бра или дом-ра. Значит, оба названия верны по своему написанию, потому что они обозначают два разных музыкальных инструмента. Дом-бра, это русская стар... Дом-бра, это через Б, это восточный инструмент музыкальный, который сохранился до сих пор. А дом-ра, это еще скомороший инструмент, русский, национальный, старославянский. И так, совершенно правильный ответ на это довольно-таки вопрос. Вы знаете, мне кажется, с телезрителем просто не везет. Попадаются слишком легкие вопросы. А вам как кажется? Восьмой раунд. Итак, сильное воображение порождает событие. Парнов, Ларец, Мария Медичи. 13. Счастливое число. Итак, счастливое число 13, но мы слышим звонок. Товарищи, вот за вопрос, который сейчас прозвучит, и который представляет интерес для Всесоюзного добровольного общества любителей книги, учрежден дополнительный приз. Сегодня этот сборник «Жизнь для книги» издательства книга, 1980 год. Спасибо. Ну, а теперь сам вопрос. Внимание. Шестерка знатоков против семьи Чкадора, Абхазии. Вы помните этих телезрителей, по-моему? Они расставили в тупик клуб знатоков. А сейчас внимание на экран. Я помню чудесное летнее утро. Мы с друзьями сидели на высоком холме. Вокруг простирались сады. Было тихо, прозрачно, прямо от аромата зреющих фруктов. Я никогда не забуду вкуса чая, который заварил гостеприимный хозяин. Это был какой-то особенный чай, особой заварки, чай по-кубински. Уважаемые знатоки, я второй раз вам задаю вопрос о чае. Скажите, кто из поэтов написал эти строки? Кто пил за этот замечательный напиток, чай по-кубински? Ну, теперь вся надежда на Чкадла. Итак, кто из поэтов писал о кубинском чае? Это, видимо, наш. Чай по-кубински можно пить не только на Кубе, правильно? Нет, это ясно. Поэт, думаю, наш. Наш, конечно, наши друзья, видимо, кубинские друзья. Вот кто? Или, может быть, не обязательно? Может быть, это кто сайт стоит? Тут вот было сайт. Да, слушайте, поэт, ребята, поэт. Это поэт. Поэт. На высоком холме, вокруг сады, и это было осенью. Да. Осенью? Да. А кромсоты? Это может быть Куба. Это же западное полошарие. Значит так, кто у нас? На Кубе. Ну, Евтушенко был. Слушайте, а может быть какой-нибудь фантастик? Нет, поэт фантастик? А что? Да нет, фантастик. Нет, нет, фантастик он по-моему. Что же это мог быть? Но он не поэт. Маяковский. Слушайте, Маяковский был в Америке. Может быть, Феден был на Кубе? Так он не поэт. А Маяковский? Маяковский был в Америке. А что у него? И он, по-моему, не был. Не был на Кубе? Ну так кто? А может быть Грузин. Лермонтов на Кубе? А по Гурьбе? А может быть, Евтушенко был на Кубе? Может быть, Евтушенко пишется? А может быть, Евтушенко пишется? Внимание! Мы просим знатоков дать ответ на вопрос семьи Чкадуа. Может, попросить? Евтушенко, давайте попросим по-моему. А есть ответ? Пожалуйста. Нет, простите. Простить уже поздно. Вы спрашиваете, есть ли ответ. Отвечайте. Нам кажется, что эти строки написал советский поэт Владимир Маяковский. Он был в Америке, в Соединенных Штатах и побывал на Кубе. И вместе с своими друзьями пил этот особый кубинский чай. Нам кажется, так. Да. Вы недооценили силу семьи Чкадуа. Каждый раз она задает вопросы довольно трудные. Дело в том, что, конечно, речь идет не о той Кубе, что в Карибском море, а о той Кубе, что недалеко от Дагестана, на Кавказе, о замечательном кавказском кубинском чае, написал в своем письме Краевскому в 1837 году Михаил Юрьевич Лермонтов. Совершенно правильно, Зарьков. Был правильный ответ во время обсуждения. 4-4. Нигде не выискали это кубинский, понимаете, ребята. Не было такой версии даже. Даже не было такой версии о том, что это по-кубински. Но это уже неверно. Вот сейчас болельщики принесли кофе Силантьеву. Именно у Силантьева и была правильная версия. Хороший вопрос, что ты скажешь. Поймали нас точно так же, как ученые описывают, между прочим, нас поймали здесь. Внимательней к словам, ребята. Внимательней к словам. Именно. Внимательней к словам. Вот давайте с этой точки зрения еще раз послушаем обсуждение этого вопроса. Человек в кубинске можно петь не только на Кубе, правильно? Нет, это ясно. Поэт, думаю, наш. Наш, конечно. Друзья, видимо, кубинские друзья. Итак, знатоки сразу решили. Это либо кубинские друзья, либо наши поэты, побывавшие на Кубе. Силантьев пока не участвует в обсуждении. Молчит. Дальше. Это может быть Куба. Это же западная плашария. Значит так, Куба на Кубе. Ну, Евтушенко был. Итак, назван поэт Евтушенко. Теперь они, наверное, будут обсуждать, был Евтушенко на Кубе или не был. Ну, по-моему, это пример стереотипного подхода к решению вопроса. Силантьев молчит. Мояковский был в Америке. Может быть, в среднем было. Так. Так он не поэт. А Мояковский? Мояковский был в Америке. А что у него? Он, по-моему, не был. Не был на Кубе. Ну, так кто? А может быть... Стоп. Вот Силантьев подал в корни новую идею. Лермонтов. А теперь посмотрим, что капитан. Как он отнесет. Лермонтов на Кубе. Силантьев был на Кубе. Лермонтов на Кубе. Да, знатоки так и не смогли сойти с проторенной дорожки. Раз Лермонтов не был на Кубе, значит, это не мог быть Лермонтов. Молодцы, семья Чкадуа. Какой точный, психологически рассчитанный удар нанесли они нашим знатокам. По-моему, они в полном нокдауне. Не знаю, смогут ли они оправиться после такого поражения. Ну, а вот перед нами сейчас то самое место, где Михаил Юрьевич Лермонтов попробовал свой знаменитый кубинский чай. Судя по глазам, вы немножко приуныли. Или устали? Да есть немножко и того, и другого, конечно. Но вот вопрос, на который мы сейчас не ответили, он был, прямо скажем, довольно красив. Да, гроссмейстерский вопрос, где нас поймали, в общем, на том, на чем мы даже не могли ждать. То есть на слове кубинский. Вы знаете, я могу раскрыть вам маленький секрет. Мы ведь тоже со своей стороны составляем сборную телезрителей. И вот семья Чкадуа, Абхазия, это первый кандидат в сборную телезрителей. Так что имейте в виду, вот такие вопросы будут в финале. Вы можете считать, что шесть голосов у них уже есть. Это ваше шесть голосов. Внимание, продолжаем игру. Счет 4-4. Очень упорная борьба. Телезрителей против шестерки Андрея Каморина. Девятый раунд. Воображение делает мужественного человека героем. Адамов на свободное место. Да, конечно, нелегко. Должен напомнить, что если знатоки проиграют сегодня, придется уйти из клуба им. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Что ж не принёс собою ты, дитя природы, некрасив? Не обнял, наверное, ты напился до пьяну свободы без меня.